Всем привет! Вы на канале Лара из Махмуд Лара. И я та самая Лара, которая собралась переехать на постоянное место жительства в Турцию в свои 58 лет на свою законную пенсию. Вот, одна. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, какие пять дел я посчитала нужным сделать перед поездкой. Я думаю, что, скорее всего, все это сделают, но на всякий случай я пошагово хочу рассказать. Ну, помимо того, что, конечно, я читала очень много рассказов, видео, смотрела видео всяких о том, как люди переезжают, все. Я сама, я все люблю делать сама, я сама села и решила. Первое, что мне нужно сделать, это определиться с датой. С датой я определилась и стала смотреть билеты. Стала смотреть билеты у разных авиакомпаний. У меня в одной авиакомпании даже остался сертификат. По прошлому году я не улетела в Москву, ну, потому что пандемия, все, вы помните. И у меня там остались, это были уральские авиалинии, у меня остались там деньги. Я думаю, попробую так, уральские авиалинии, в Анталию не летают. В Анталию у нас летают С-7 и Победа, во всяком случае, из моего города. Я живу в Новосибирске, как я вам говорю. Вот, и я села покупать, решила смотреть билеты. Сначала посмотрела, билет туда-обратно стоил 18 тысяч рублей. Ну, 18 тысяч там с копейками, но когда я стала смотреть внимательно, конечно, посмотрела, что без багажа. Ну, как я, девушка, на два месяца еду без багажа в Турцию. Ну, вообще, там же лето, и у нас холодно, у нас еще снег идет, у нас действительно еще идет снег сегодня. Вот, и, а там уже совсем другая погода, и все. Я понимала, что мне нужен багаж. Стала смотреть Победу, высчитывать там, если с, как, с одной посадкой купить билет, как это будет стоить. Там стала смотреть разницу между тем, допустим, в С-7 у них обед, там, лететь от нас до Анталии все-таки 7 часов. Вот, и поэтому я думаю, что это мне, ну, необходим был обед обязательно. И не хотелось особенно туда лететь, потому что с большими чемоданами там все, с большим чемоданом, конечно, не с большими чемоданами. Вот, но не хотелось я лететь с пересадкой. И по итогу я сидела, знаете, все сравнивала, сидела, смотрела в Победе. Если я поеду, допустим, в Победе туда с одной, в Победе, во-первых, 20 килограмм всего груза в С-7, 23. Ну, что меня уже порадовало. Вот, потом, что у меня еще, страховка. Получалось так, что в Победе без еды и без страховки было дешевле. Но если я, значит, начинала заказывать себе обед и страховку, то там получалось намного сразу больше суммы. Поэтому я все это смотрела, смотрела. И в тот день, когда я начала покупать билеты, это было 25 февраля, билеты уже стоили 25 тысяч. Для меня это, конечно, был неприятный сюрприз. Но я понимала, что тянуть дальше уже некуда. Вот, я выбрала себе билеты возвратные, билеты с багажом, билеты с питанием. Туда я лечу прямым рейсом, а обратно я лечу уже через Москву. Ну, там, знаете, ну, наверное, все уже знают, кто летал, что багаж мы сдаем, допустим, в Анталии. И забираем его в Новосибирске уже. Единственное, у меня вот 2,5 часа будет в Москве. Ну, там, зайти, дойти от одного терминала в другой, может, сниму для вас какое-нибудь видео. Ну, вот, в общем, вот так. Вот, значит, с билетами я определилась, купила билеты себе. Сейчас, оказывается, при покупке билетов отдельно у нас страхование на полет. Ну, я подумала, если вдруг что-то со мной случится, то хотя бы моим близким будет какое-то материальное удовлетворение. Ну, немножко их подводить. Вот, поэтому, конечно, я заказала себе страховку туда и обратно. На самолёт, думаю, что она мне не понадобится, думаю, что это я просто выбросила деньги. Но, тем не менее, я это купила. После этого, после того, как я купила билеты, всегда, вот сколько раз я летаю, конечно, я начала думать о самой страховке на 59 дней. А я там буду 59 дней. Вот, опять вот, мне уже сказали, нельзя так говорить. Я зашла на сайт Сравни.ру. Я это делаю действительно, ну, не один раз. И посмотрела, у кого самая выгодная страховка. Самая страховка, самая выгодная страховка получилась у Тиньковой. Я за неё заплатила 2170 рублей. Ну, совсем недорого, потому что в том же Альфа-банке она была 5400. На те же 59 дней и те же, там, 30 тысяч евро покрытия. И те же случаи. Я, конечно, я всё всегда перечитываю. Я такой человек. Вот, я всё посчитала, посмотрела, ну, поняла, что смысла нет. Вот, и поэтому, вот, второе дело основное, это, конечно, страховка. Страховку с собой не забывайте брать. Третье, что я делала и делаю до сих пор, это, конечно, турецкий язык. Я вам говорила, вот, я вам показываю свой пятый урок. Это у меня, видите, всё исписано. Я стала действительно что-то понимать. И, как я уже говорила, я считаю, что если мы едем в другую страну, в страну, где мы собираемся жить, то было бы совсем некрасиво, несмотря на то, что они сейчас, конечно, все знают турки, ну, большинство турок знают русский, но я считаю, что, со своей стороны, мне будет комфортнее, если я буду знать турецкий язык. Значит, третье, что я делаю, это, конечно, изучаю турецкий язык. Так, что делаю четвёртое? В четвёртое, если вы увидели, я сделала себе вот такие волосы. Не знаю, как вам, но мне они безумно нравятся. Вот, ну, прям очень красивые. Мне, во всяком случае, очень они нравятся. Это я сделала четвёртых, да. Ну, и пятое, я, конечно, вызвала электрика, чтобы он мне посмотрел всю электрику по дому, потому что, ну, всяко может быть, я улетаю на долгий срок. Вызвала сантехника, всё это из ЖЭО, это было абсолютно бесплатно. Но я считаю, что нужно, мало ли что может быть, я уеду на такой долгий срок, и мало ли что случится в квартире. Хотя, конечно, ключи будут у моих близких. И, конечно, там я и соседям оставила записку о том, что если что-то случится, они позвонили дочери или сыну. Но, тем не менее, вот эти пять основных дел, которые я считаю, ну, несмотря на то, что я купила ещё таблетки. Про таблетки, если хотите, я сделаю немножко другое видео. Вот такие пять дел я посчитала, что нужно сделать перед поездкой. Ну, с основной у меня уже всё готово. Что я ещё сделаю, я сниму для вас следующее видео, и обязательно вам покажу.